приветствую вас дорогие друзья с вами снега рима сегодня у нас первый взгляд игры под названием heart of iron 4 ну или день победы либо железные сердца 4 часть если честно я очень долго подбирался к этой игре очень боялся с не ознакомиться но потом немного поиграв нее она мне реально понравилось но сразу предупреждаю что возможно будут кое-какие взрывные пуканы и сразу заранее извиняюсь ну как бы приношу свои извинения тем людям кого я сейчас забаню в комментариях под этим видео если кто-то там будет писать а ты такой нубас туда-сюда в общем ребят если честно это я впервые запускает такую игру это игра от парадоксов я свое время пытался как-то научиться в в третьей части ну по некоторым слухам 4 честно намного проще и в некоторых местах тоже намного интереснее я очень люблю историю и свое время я очень много перечитал книг разных про вторую мировую про великую отечественную войну про разных полководцев мы имеют генералов тех времен страшных и про то как велись реально войны в те времена это действительно вторая мировая война это война самая ужасная где многие люди погибли многие люди расстались со своих со своими семьями и действительно радует одно то что действительно многие увидите да я я играл за советский союз я ее превратил в российскую федерацию даже так можно сделать у нас перед нами два выбора 1 января 1936 год либо 14 августа 39 года давайте начнем с 36 года выберем сценарии я игра исключительно только на ну в айрон моде ход даже я даже когда делал как бы ну учился в игре я всегда я никогда не перегружался из какие-то там неправильные решения ну делал какие-то ну ладно сделал слился и прочее а у нас есть вот эти вот доступны фракции ну вообще вся планета доступна по идее дату с франция соединяется штата америки королевство на англия до 3 рейх италия япония советский союз и мы можем выбрать еще кое-какую страну мы смотрим тридцать девятый год польши еще не съели 36 вернее польши еще не не оккупировали знаете да это пакт молотова был свое время так почащу цемы мы кстати можем за польшу поиграть удержаться как говорится на плаву между двумя гигантами это советский союз и конечно же третий рейх либо можем начать например я вот хочу за бразилию попробовать поиграть у нее довольно хорошей территории достаточно количество фабрик и я буду рассказывать вам как я учился играть и что я понял в этой игре я надеюсь вам понравится ну что же оставим сержант офицер ставить не будем режим iron мод iron man вернее ставим и исторический фокус для искусственного интеллекта то с коммуницией остаются коммунистами другие остаются другими да я играл кстати и за ирак и из него сделал советского ну этот коммунизм то есть коммунистический ирак получился у меня да ну давайте номер три сохранить и начать играть мы готовы погнали сейчас посмотрим в первую очередь что нам нужно сделать то есть мы видим бразилия бразилия довольно большая сразу давайте отметим бразилия у нас нейтралитет до соблюдает то что это такое мы можем прямо сейчас выбрать национальный фокус то есть национальный фокус развития промышленности либо уйти прямо в политическое развитие да то есть политическая власть изменится на 120 и здесь уже как раз здесь идет такая небольшая развилка то есть мы можем уйти в сторону демократической свободы дух свободы там демократии либо в сторону коммунизма либо в сторону фашизма и у каждой у каждой идеологии свои плюсы и минусы например если мы мы станем коммунистами для того чтобы объявить войну своим соседям до потребуется меньше времени да и вообще в алкит меньше будет но с другой стороны у нас ухудшится отношение соединенных штатах америки либо там с францией да кто следует дух свободы якобы можно сказать да там демократии прочее давайте развитие промышленности плюс 50 процентов бонус к исследованиям переходим сразу в следе у нас пока что две ветки исследования как обычно как всегда по многим рекомендациями очень много перечитал гайдов нам нас началом скорость строительства развить именно фабрик на 50 процентов до вернее на 10 процент прошу прощения и дальше базовые станки время исследования это у нас максимальная эффективность производства на пять процентов либо станки либо попробовать давайте лучше электроники и машиностроение тоже начнем делать у нас пока игра в паузе стоит и у нас есть свободный фарби фабрики что такое фабрики то есть в игре есть несколько да из военные в заводы есть фабрики есть еще и верфи на верфях мы можем создавать подводные лодки в общем весь флот создавать можем на фабрике они производят ресурсы ну не ресурсы они ну да можно сказать это сооружение снабжает регион товарами народного потребления и позволяет строить новые сооружения при необходимости его можно превратить в завод по выпуску военной продукции то есть здесь есть понятие как например вот недостаточно ресурсов до ресурсы здесь очень много если вольф вольфрам есть нефть алюминий резина но и собственно сталь хром резина тоже до нефти и вольфрам с этой ресурсы нужны для того чтобы мы смогли производить разные технологии ну или это танки техники снаряжения и прочие прелести для того чтобы вести полноценную войну ладно давайте посмотрим свободной фабрики все-таки их займем то есть эти фабрики сделаем так чтобы эти фабрики производить другие фабрики свободной фабрики сейчас по идее должны уже не давайте вот здесь вот производить не будем правой кнопкой нажмем вот здесь вот вот в этой области прекрасно фабрика у нас готова дальше военные заводы строит пока что не будем они нам не нужны но это что касаемо экономики да наши а инфраструктура это очень важный очень важная такая вот как говорится обилка так называемая да потому что снабжение не только зависит то снабжение наших войск не только от того что мы производим но я того что какая у нас есть инфраструктура тем больше чем больше инфраструктура то есть это сооружение позволяет улучшить инфраструктуру региона увеличив объемы поставок и скорость перемещений ваших дивизий это очень кстати важная вещь для авиабазы можем поставить чтобы там либо пво ну понятное дело что куповое что такое авиабаза до морская база расширяет дальность действия вашего флота и позволяет ремонтировать его дает возможность выполнять поставки и экспортировать ресурсы в поморю более высокий уровень увеличивает пропускную способность для поставок рано укрепление мне кажется рано этим заниматься укрепление то есть если мы видим что какой-то заслон образовался как это в свое время образовался заслон что я не могу убрать то это давайте просто вот так вот а помните да в свое время перед атакой третьего рейха вот здесь сюда вот где-то вот здесь вот они высылали все свои войска суда и такую сталью а чуть-чуть и третий рейх такой это это типа я сделал сделал заслон для того чтобы сделать атаку ну на лодку понятно всем я думаю всем было понятно то что многим было понятно что готовилась атака на советский союз в те страшные времена так у нас есть еще свободные военные заводы что это такое то есть смотрите есть есть очень то есть исследуем с вами разобрались дипломатии вернемся к этому к торговле тоже вернемся стройки мы с вами построили начали строить новые фабрики чем больше фабрик тем быстрее кстати мы можем импортировать ресурсы за счет фабрик то есть мы типа даем в аренду фабрике из-за этого мы получаем какие-то ресурсы то есть это тоже очень важно потому что у нас не все ресурсы к сожалению и нам придется экспансионную политику производить чтобы добыть больше ресурсов но и после этого производства что это такое это именно снаряжение которые у нас в дивизиях находится то есть оружие винтовки но и конечно же дополнительное снаряжение тоже работает давайте тогда вот так вот сделаем ну и для снаряжения нужно тоже сталь сталь и алюминий у нас к сожалению этих нет ни тех или не других но сказать свободной верфи есть надо тоже к этому вернуться мы можем принципе начать делать конвой и конвой и что они делают они если честно я не понял что такое конвой ладно мы потом попозже доска вы используя международной торговли торговли и ресурсами да также они способны перевозить войска и принимать участие в морских высадках вот оно что то есть это принципе очень хорошо для международной торговли лан давайте пока что будем создавать конвои с ними и у нас есть два выбора занять все свои фабрики чтобы они занимались строится других фабрик либо отдать некоторые чисто количество фабрик чтобы они отправили ну чтобы они то есть ну чтобы мы импортировали разные ресурсы давайте отдадим некоторых фабрик сейчас потому что мы сейчас строительством фабриками я не буду делать я хочу парагвай захватить либо боливию ну перед этим делом нам надо кстати фокус национале поменять давайте пока что развитие политики сделаем мне не получится я уже все это уже поздно но и здесь когда у нас будет политическая сила мы можем потихонечку фокусировать свое внимание на коммунизм либо на фашизм либо на любимец народа который дает национальное единственно единство вернее плюс 15 процентов либо демократ реформатор то сможем будем идти в сторону демократии вернемся к своим войскам мы кстати ник никого не обучаем сразу выберем территории где они будут обучаться но и нам надо сформировать давайте тогда всех под одно крыло как то так да через shift выберем командующего первую командующие это у нас тот давайте просто выберем пока что да и сразу же будем потихонечку начинать свою экспансию просто прорисуем линия фронта мне кажется неправильно линия фронта нарисовал ну-ка давайте отсюда начнем вот так вот и для того чтобы они присоединились в эту линию фронта нам надо присоединить их сюда вот так вот да наверное да они подвигались прекрасно пошла пошла движуха отлично игра очень довольно ну одна партия занимает от 4 до 10 часов мне кажется но это такое знаете пилотный выпуск с моей стороны я надеюсь вам понравится я надеюсь многим я я надеюсь этот этот жанр игры никуда не делся я на это надеюсь действительно но и мне кажется пора уже обучать своих бойцов так как они у нас не такие же прям опытные ну сейчас сначала дадим им возможность накопаться после этого мы прикажем им чтобы они начинали обучение так все готово на скорость я сделал максимальную сейчас как кстати пойдут исторические всякие происшествия так ну что уж парагвай я ребят давайте 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 так у нас здесь фото уже кстати создается да нам надо тоже флотом командующего сделать объединить флот все в один и можем отдать на патруль охота на конвои так сопровождение конвоев сделаем пусть они тогда сейчас я этот вот сюда их отправлю да это у нас южная часть центральной атлантики пусть они тогда патрулируют вот эту вот часть южную южную вернее но и у нас национальный фокус заработал в принципе раз уж мы пойдем войной поэтому нам надо развить и политики сделать и сделать из бразилии коммунистической бразилии я все так хочу коммунизм немного развить здесь кстати после этого поступка у нас очень сильно ухудшится отношения и так без этого у нас такие плохие ну так себя до нейтральные отношения соединенных штатами америки уорны урс на гражданская война в италии начинается в италии у нас скоро будет фашизм собственно как и по истории было или или уже там было уже не помню так что тут у нас окопались ребята давайте 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 окапывать потихонечку окопались все нормально ну и начинаем тренировать обучение конечно после тренировок у нас будет какие-то не боевые потери но ничего страшного так радио 5 процентов делаем возобновляем игру и нам надо кстати посмотреть что тут у нас происходит так обучение обучение слушайте все-таки мне кажется нам надо торговли заняться потому что снаешься со снабжением у нас большие проблемы видите у нас здесь дефицит сейчас создасткий дефицит техники пехотное снаряжение в количестве 2076 к до получается мерный договор поэтому нам придется все-таки с ресурсами да нам надо нефть нужно нефть и нужно сталь брать выбираем сталь соседи кто у нас там слушать им нам по идее без разницы с кем торговать экспорт приоритет экспорт с франции либо с и давайте соединенные штаты выберем выберем нужное количество товара отдаем за это мы объем закупки 8 отдаем одну фабрику отлично железо мы с вами сделали у нас национальный фокус закончился уходим в сторону коммунизма это у нас дух коллективизма которые так и ежедневная поддержка смотрите демократии ежедневно минус 0.02 который дает до то смогу уже потихонечку уйдем уходим в сторону коммунизма смотрим здесь у нас пока что нового государства но один то есть пока что красной полосы не появляется национальный фокус кстати нам надо тоже коммунист революционер коммунизм на подъеме будет после того как мы назначим этого чувака коммунизм на подъеме даже в правительстве могут найти сторонники таких людей так увеличивший шанс международной поддержки коммунистического переворота вы шанс народная поддержка коммунистического переворота восстания вернее сделаем хотя скоро возможно у нас будет восстание я не знаю я надеюсь я правильно сделал потому что там есть какой-то момент так ладно нам надо еще стали подождите что почему настали нету как сколько там 6 стали так это у нас нефть нефть мы уже делаем теперь сталь осталось давайте у сша тоже возьмем будем торговать сша кстати здесь тоже влияние в тоже зависит от наше торговое влияние с государством соединенных штатов америки расстояние минус 22 отношение минус 10 базовое значение 150 сколько у нас получает сталь 6 отчет чуть подождите а все все мы сделали это дело я просто остановил игру так ну что ж скоро будет вторжением вроде бы у нас сейчас со снаряжением вообще проблем не должно быть по идее надеюсь на это ребята это пилотный выпуск поэтому я в можно сказать это один одни из самых первых моих как говорится видео по этой игре не знаю дальше продолжить не продолжить пишите в комментариях если вам такие игры нравится конечно же тем временем у нас происходит во франции сейчас скорее скоро францию уже заберут третий рейх кстати с кем они воюют царство добровольцы в государстве третий рейх да так у нас завершены очередные улучшения ну что ж давайте сделаем так пехота и защита плюс 5 процента 140 дней улучшим немного пехотное снаряжение свое но и свою собственно пехоту тоже у нас почему-то очень медленно поднимаются бойцы так дивизия дивизия давайте посмотрим чего эта дивизия состоит мы кстати можем сделать уже поддержка артиллерии артиллерии здесь очень сильно рулит за может быть уже балансировку пошла но я помню раньше она рулила так ставка на интернационализм либо ставка на национализм давайте тогда ставку на интернационализм это уже первые пути коммунизму получается и пока у нас идет игра смотрите уже красная полоса бкб до бразильская коммунистическая партия да если я так понимаю называется и именно этой партии про реально увеличивается влияние и скоро у нас не просто бразилия коммунистическая наверно бразилия будет либо как-то так олимпийские игры закончились у нас есть еще один шанс поставить а демократ демократ демократа не делаем тайный манипулятор прирост политической власти плюс 5 процентов защита от смены идеологии плюс 15 процентов национальное единство плюс 15 процентов фашист не фашиста не дим любимец народа поставим так 233 дня я здесь трогать ничего не будем давайте тогда добыча ресурсов эффективность увеличение это на пять процентов и смотрим так а завода возомнали миру игру вас посмотрите ребята ресурсы почему я хочу парагвай забрать потому что здесь у них есть вольфрам и конечно же это чё за ресурс такой подождите и сталь до вольфраме и сталь поэтому я хочу захватить парагвай ну сразу же объявлять войну я не буду ну и конечно же перед тем как мы их перейдем наступление нам надо сначала сфабриковать сфабриковать вернее так называемую как называется то цель войны да ну зачем мы будем атаковать то сейчас мы это сфабриковать не можем потому что у нас типа мы пока что демократы там нейтралы и напряженность в мире должно достигнуть до 50 процентов когда у нас напряженность будет ну везде война то мы можем под чумок объявить еще одни воины то что так вот работает так политкорректность политкорректность так политическая власть изменится на плюс 200 получать национальный дух полит политическая корректность которая дает эффективный эффективность подрывной деятельности за рубежом минус семьдесят пять процентов то есть если кто-то уже будет нам что-то там какие-то подляны кидать то это у него не получится она кстати заходит парагвай до того момента как сша объявят на войну потому что им не понравится наш ход и возможно 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 я даже солю эту компанию посмотрим так ладно возобновляем игру смотрим у нас уже есть войска некоторые появились ждем их обучение мы можем принципе дождать их дождаться их обучения либо просто их сюда вывести дошли вниз чтобы немедленно развеют эту линию и потом уже отдельно их начать обучать кстати что там у нас бойцы уже бойцы уже уровень 3 регулярно лигу регулярно вернее армия отлично ну что ж ждем ждем у нас смотрите уже коммунизм почти 15 процентов до от всей нашей власти бразильская коммуническая партия да здравствует коммунизм ура так еще одно исследование давайте тогда по ресурсам нет стоп что-то что-то мне кажется ресурсы слишком долго они у нас будет изучаться очень долго давайте базовые станки тогда сделаем да 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 я хочу изменить возобновляем игру и смотрим оружие огневой поддержки первого уровня защита прорыв а вот эти вот как говорится с этой статистика да эти эти параметры они будут видны у нас давайте тогда сделаем следующее пехотное снаряжение номер один начинаем где мы можем посмотреть эти 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 статистики вот здесь вот подождите а вот здесь вот нажимая сюда вот он пожалуйста наша дивизия это у нас прочность организация 55 восстановление 030 подавление 8 и это расход припасов и прочее то есть все зависит от того что мы изучили что мы их чем мы их вернее снарядили и прочее тем лучше снаряжение тем конечно же боеспособнее они у нас получаются эти ребятки так политко рейтинг у нас есть идеологическая обработка 70 дней получать национальный дух для вычих обработка который дает национальное единство плюс 5 процентов политическая власть изменится на 150 невероятно просто невероятно так что тут у нас мы можем еще одного так фашиста не не надо улучшает мнение на 15 процентов прирост политической власти на 5 процентов засчитать смены политической идеологии ну давайте тайном манипулятор возьмем на всякий случай и у нас в принципе мы можем потихонечку уже и уходить промышленность до время слизи вниз 10 процентов для промышленных ребятишек и мне кажется надо еще и это до оборонный специалист так время подготовки дивизии минус 10 процентов вот этого чувака надо тоже военное руководство да ну сейчас у нас скоро появится 150 политической власти кстати у нас уже военных очков немного прибавилось до не на кстати все-таки артиллерии еще заняться что у нас там через сколько у нас на джин это закончится нам надо производить артиллерию как можно больше без поддержки артиллерии мы ничего не сможем сделать дорогие друзья это очень важно это очень важно политические комиссары получать национальный дух политические комиссары которые дает скорость восстановления дивизий мин плюс 10 процентов и политическая власть из месяца на 200 процентов считайте скоро у нас революция потому что у нас уже более 15 процентов почти 25 процентов до бразилия переживает классовый конфликт люди могут назначить так что у нас там большой плюс национальное единство небольшой базовый прирост вернее и коммунизм изменения популярности на плюс 15 процентов смотрите хопа вот это же просто больше половиной скорее всего сейчас у нас будет вероятность то что у нас будут кое-какие проблемы так защита дивизии время подготовки дивизии минус 10 процентов делаем нам надо пап как можно больше дивизии у нас кстати еще одна политическая власть появилась и нам надо посмотреть что мы тут военный теорик и теорик воздушной войны воздушной войны не надо так армия ежедневно получает и время следы сухопутные доктрины ими доктрины минус 7 процентов доктрины мы пока с вами не собираемся изучать давайте пока что артиллерию изучим немного до 140 дней и посмотрим что для этого нужно в этой власти где тут у нас артиллерия я не помню конструктор танков они нам не нужны пока танки мы с вами не собираемся делать корабли тоже здесь у нас конструктор артиллерии пожалуйста время если исследования артиллерии минус 10 процентов как раз мы с вами и делаем артиллерию да кстати мы уже построили некоторые фабрики увеличим количество наших фабрик конечно же делаем 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 оборонительные сооружения пока нам не нужны этого чувака туда отправляем так так бразилия переживает классовый конфликт смотрите сейчас я скажу да люди могут называть себя как угодно и у нас смотрите опа коммунизм просто бразильская коммуническая партия сейчас возможно будет выбор либо гражданская война либо как-то обойти эту гражданскую войну так смотрим здесь у нас на режиме все хорошо у нас штрафы кстати мы не можем сфокусируя свое внимание на одно и то же туз для на это будет штраф автотранспорт что тут у нас есть еще разведка разведка военная полиция что не дает эффект развед рота вот здесь вот я конечно еще немного не понял что мы можем здесь лучше всего изучать ну кого мы с вами изучать не будем так как у врага нет а вот она кстати и доктрина пехоты то смотрите доктрина манеры маневренной войны до доктрина перевосходства огневой мощи доктрина крупномасштабного планирования либо доктрина массированного штурма все-таки она раздела огневой мощи потому что у нас противопехотная атака будет намного лучше и тем более я буду делать ставку либо на артиллерию либо на авиацию посмотрим там дальше больше как говорится посмотри кстати все таки доктрина 290 79 мне кажется рановато для нас это делать давайте пока что здесь у нас тоже время исследование очень долго происходит до 16 скорость строительства фабрик до меня сейчас у нас будет коммунизм господа это просто невероятно игра очень долгая очень долгая игра чтобы запилить одну серию хотя бы чтобы там объявить войну какую-то до придется вот он кстати коммунизм требует референдум необходимо подавить любую это и у нас по всей масти национальное единство уменьшится до несут обращать внимание на бунт орёв получит коммунистические революционеры что даст национально единство минус 10 процентов до уж лучше референдум чем кровавый бунт я не знаю но зато мы станем правящей партии бразильская коммунистическая партия сейчас кстати название бразилии у нас изменится опа вы посмотрите вот теперь мы вот так вот выглянем смотрите броди бразильская социологическая республика вернее будет наша республика бразилия и конечно же у нас ухудшили соотношение с кем совершенно верно дорогие друзья так развитие авиации развитие армии опыт бонус к исследованию суховодных войск кстати давайте покажите 7 дней фокус сделаем потом дальше уже больше пойдем так инцидент повезло поехали ребятки пойдемте сюда будем потихонечку объявлять войны и нам надо кстати поменять некоторые войска обучить обучить да я вполне вероятно я считаю что может быть много чего я неправильно делаю не переживайте все нормально так базовые подразделения здесь у нас поддержка артиллерии давать пока сохраним и у нас видите показывается то что мы мы же добавили артиллерию а у нас производства артиллерии не происходит поэтому нужно быть аккуратно нужно дорогие друзья сейчас выбрать артиллерию и сказать ей чтобы они нет прикрепленных фабрик да вот все прикрепили мы одну фабрику и нам нужно варф вольфрам вольфрам португалию может стать у португали по занять какая потеря для авиации так так артиллера у нас идет изучение прекрасно здесь у нас с военной тел теоретик вернее теоретик воздушной войны пусть я дальше чачу делать-то дальше подождите пехота атака пехотной дивизии плюс 10 процентов обороны пехотной дивизии до 15 процентов как раз мы с вами будем пехотинцев атаковать конечно же прям как в старой доброй игре генералы за китайского генерала помните да там тоже была такая фракция так делать и идеологический фанатизм защит дивизии на национальной территории плюс 10 процентов давайте сделаем возможно нас контратакует американцы нам надо как можно быстрее как можно быстрее начать фабриковать уже давайте опроводать цель войны видите уже для этого не нужно не нужна никакая там до завоевание так все завоевать пошла жара как говорится так артиллеры мы с вами изучили хотя бы одну до кстати здесь у нас есть два выбора то есть мы можем фабрики такие строить либо они будут разбросаны и для бомбардировки и будет их сложнее да их бомбить нежели такие которые будут в одной куче давайте простые максимум фабрик в регионе объем заводков производства 166 дней это просто невероятно что у нас там фабрикация происходит цели войны до оправдать она нам надо цель войны видите американцы является гарантом независимости этого государства нам либо напряжение нам надо подождать блин парагвай и гребаные американцы мы же их не сможем завоевать в американцы же просто тупо высадится у нас и все и начнется большая гребаная война это просто жесть какая-то это не имеет значения пара готовится к войне так ну что ж парагвай по всей демости тоже готовится к войне можно уже потихонечку чертить так мы можем уже потихонечку чертить линии наступления вот так вот и нам надо прибавить этих бойцов сюда а чё не могу прибавить а а вот он 7 дивизия первая армия прекрасно так конфликт в китае сильно настораживает ну что ж можно практически все изучили все что связано с коммунизмом да господа так развить развитие военной структуры развитие этих ребят все делаем поехали касса в пони объявляет войну государству шанси плохо ага видите как у нас 20 процентов уже увеличилось напряжение 21 процент уже это просто жесть как раз под чумок мы с вами немного блин дождаться бы когда американцы на объявят либо японцы объявят войну америке да тогда можно просто без стыда и совести просто всех брать и шатать так эффективность производства плюс 10 процентов здесь у нас но давайте лан сделаем эффективность производства если нас американцы атакуют то получается я солью эту карточку возможно даже и такой поворот атака на конвои так это трогать не будем пока что подготовка летчиков истребители 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 у нас истребителем кстати еще у нас с воздухом то я чуть не посмотрел это у нас правом окне у нас есть кое-какие истребители в рио-де-жанейро да можем их сюда отправить так рио-де-жанейро но и этот они достают нет нет они досуд не достает походу надо тоже как 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 бы нет они достают ладно будем будем защищать вот это вот место а смотрите как наш флот патрулирует южную часть центральной атлантики кстати мы можем перекрыть вход американцам они же по-любому попытается высадиться вот здесь вот да вот здесь вот они попытаться вот в этих частях города высаживаться как нужно высаживаться правильно если честно я понятия не имею так развитие снаряжением бонус к исследованием снаряжение так чем мы с вами исследуем то кстати мы с вами исследуем развитие строительства что там у нас скоро можно уже объявить войну по-любому парагвай кстати парагвай коммунисты и да ладно прохладно она кстати советским союзом начинать потихонечку улучшать отношения пакта не нападение они соглашаются но и потихонечку можно отправить своего дипломат чтобы мы улучшили отношения с советским союзом посмотрите какой советский огромный просто просто огроменный до союз нерушимый да так ну чё там все так у нас еще одна армия появляется отправляем своих бойцов сюда давайте ребята давайте 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 быстро 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 отлично так сюда идем это делом все передвигаемся быстро 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 мы кстати можем во время передвижения приказать чтобы они пользовались нашей инфраструктуры да то есть они могут передвигаться намного быстрее но если по вражеской территории либо вы передвигать по любой территории и вас перехватывают в этом режиме это как вот в тотал воре искуренный режим то есть они не развернуты организации 0 и вас могут просто напросто разбить как в свое время наши герои партизаны разбивали немецкие конвои либо поезда там да то есть просто подрывали поезда и прочее вот именно здесь тоже может быть такой исход имейте ввиду а я ребята рассказывают то что умею то что не умею я не рассказываю может быть я какие-то совершаю ошибки вот именно цель этого видео что вы показали ткнули мне носом вот здесь вот неправильно это надо так делал так делать и прочее так в австрии там происходит бардак воензавод надо тоже по-любому тут скоро строить у нас кстати с артиллерии у нас дефицит большой до минус 76 единиц да мы мы уже потихонечку справляемся с поставкой артиллерии это прекрасно нам надо побольше военных заводов сделать до чем мы там можем не можем давайте об боливии тоже смотрите видите как более на американцы да вообще ахире ахире ли у них они все они короче типа защищает защитник всех вот этих вот малых государств типа вот если мы атакуем американцы нас шатнут но я все-таки рискнул хрен с ними давай 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 быстро 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 чувак тюбак сейчас пойдет жесткое наступление по-любому по-любому мы можем кстати пока что чего хотя бы вы хотели начал был упаковку в которыми боевой единицы немедленно наберут опыт в процессе подготовки увеличивая национальный военный опыт да регулярный максимум которые они могут набрать в ходе нанесут потери 60 процентов да похрен пусть они начинают боевую подготовку потому что у нас уже есть некоторые армии дивизии которые готовы вообще к бою ну кстати у нас уже построились некоторые да фабрики есть некоторые даже и свободные а стоп отмена отмена я хотел еще построить военные фабрики но потом вот эти фабрики дальше побольше строим все поехали ну что ж конструкция танков скоро танки будем изучать поэтому придется нам немного подготовиться отправить нужных политиков ученых чтобы был бонус так ну что ж хорошо у нас еще одна армия появляется сюда здесь вот давай дорогой давай быстрее использовать инфраструктуру по-быстрому а чё у нас так кстати свисло по все ребята у нас цель готова можем сейчас объявлять войну но для этого нам нужно конечно же повременить немного остановить сначала учение дать возможность восстановиться своим бойцам но сейчас посмотрим что ребята восстановились у нас там дефицит профицит все у нас дефицита нет прекрасно даже профицит пошел отлично так доступная цель войны я в курсе и у нас появляются новые заводы слушайте давайте пока что до оружие чё у нас там с ружьями то все нормально так не хватает ресурсы какие у нас сталь не хватает да у нас дорогие друзья не хватает стали во франции можем закупить сталь отдавим некоторые заводы но и конечно же нам надо как можно быстрее завоевать парагвай до того как нам объявят войну америкосы ну чё поехали да вы готовы готовы поехали пошла война завоевание пошла мазута ну чё ребят поехали 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 быстренько быстренько блиц крик так называемый да который в свое время гитлер сильно пользовался этим моментом так смотрим сейчас америкосы нам скажут ай тетететететететет нехорошо уже пошел захват уже потихонечку захватываем часа могла столицу забрать у нас там 16 дивизии ух что-то там их много ух ты ептать как их много здесь а я надеюсь мы шатнем артиллерии по крайней мере да здесь есть поддержка артиллерии прекрасно против пехоты очень хорошо действует это дело пошла первая стычка здесь мы побеждаем и кстати реку переходим все зависит от того какие погодные условия какой рельеф какая местность какая опять мы вернемся к погоде да и прочее то все это все зависит например если вы воюете в горах а у вас другие войска простые да а против вас например вспомню то господи дайте вспомню дайте вспомню а против вас например и воюют так подождите у нас полевой господи блин честно забыл я короче горные ребята которые в горах я в лес забыл тут вот недавно я читал про это дело забыл ладно хорошо позомняем игру вот здесь мы кстати проигрываем некоторых местах нам надо тропу сейчас мы быстренько за а чё вы этот быстро сюда быстро дебилы вы чё делаете-то у нас походу не все включились в тему пошлите 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 по-быстрому так остановить включить у нас кстати какой-то восклицательный знак до перемещение стоимость опыта и прочее прочее а это у нас отключена все прекрасно поехали добиваем забираем столицу усинь сён называется эта столица я надеюсь запись идет до спорта идет запись все нормально да у нас уже идет пошла победа артиллерия артиллерия так у нас кстати некоторые исследования я уже забыл где-то у нас национальный фокус был он позволял нам друзья мои увеличить то сдобавить еще одну ячейку исследования вот она кстати вот как раз здесь вот мы мы уже подбираемся потихонечку да плюс одна ячейка исследований ну что ж пошла война полномасштабная это радует это радует время как ты радуешься если идет война но так вот радуешь учет стоите дебилы давайте давайте захватывать захватывать почему я в я же вроде сказал что вот вот он вот он этот после не захватывает эти территории нам надо просто близ крик больше большой сделать и все через реку у нас принципе получать здесь у нас кое-какие потери давайте господа по-быстрому так леса тоже влияют у нас свободны военные заводы а у нас еще одна дивизия готова присоединили к этим ребятам пошла война пошла пошла так ну мы если честно может задерживаемся потихонечку да здесь мы побеждаем прекрасно мы здесь побеждаем у нас в принципе очень хорошие шансы смотрим здесь тоже почти победа победа победу здесь вот кстати проигрываем да где правой кнопку мыши можно посмотреть где это армия а вот здесь сюда хотя стоп нормально вроде бы все сейчас сейчас пойдет победа но давайте 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 быстро 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 есть капутилька они капитулировали просто так теперь самое главное здесь не облажаться потому что здесь как-то все время облажался завоевание парагвань мы можем пропустить ход я правильно делал да все так мы можем сделать марионетку захватить все регионы завершит ход я правильно делал что делать то надо мы что захватили их да да мы их захватили ой господь я живу вот здесь вот я еще не понял короче говоря мы парагвай полностью захватили это радует это радует мюхенское соглашение как раз у нас исторические события происходят и нам надо уменьшить время мы захватили мы захватили парагвай друзья мои теперь у нас есть заводы теперь у нас есть вольфрам который находится вот здесь вот это просто прекрасно ну что ж следующая цель мне кажется будет уругвай посмотрим что у них за этот а они у нас свободу слова дало демократии сделаем из них коммунистов своей демократией мы им сейчас покажем свою демократию отходим сюда чертим новую линию фронта но и конечно же линия наступления вот будет происходить вот так вот наверно до самого остается забрать а нам дальше больше посмотрим что произойдет и присоединяем своих бойцов сюда все прекрасно это просто отлично ну что ж господа вот как-то так я не знаю здесь очень много конечно геймплея в плане высадки в плане авианалетов в плане там ядерной войны морских баталии подводной лодки сейчас недавно кстати ну как не на в сентябре вроде бы там был кое-какой баланс впрочем раньше строили только все эсминцы и все просто были батями да сейчас нет сейчас может просто какая-то там засан саная подводная лодка потопить целый эсминец да здесь как-то нужно уже более-менее думать больше смотрим здесь недостаточно ресурсов алюминием нам надо еще построить вернее добыть алюминий 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 вот он кстати у франции давайте у советского союза как-никак я понимаю что они от нас далеки но у нас в принципе есть морские пути и морская торговля день победы 4 это просто невероятная игра в которой нужно реально играть очень долгое время чтобы ход как-то что-то поднять в эту игру понятно здесь немного упрощенные понятия экономические здесь в основном тактика боевка вас он снабжение вы должны снабжать свои войска чтобы полноценно могли выигрывать войны да как-то так нужно друзья на это была первая серия как говорится экспериментальной серии по этой игре с вами был рим вас подписывайтесь на канал ставьте лайки играйте в умные игры всем удачи